В честь Международного дня людей с ограниченными возможностями в Люберецком дворце культуры состоялся концерт. Для жителей городского округа выступили творческие коллективы, а наилучшие пожелания прозвучали от руководства муниципалитета. Международный день инвалидов отмечается более 20 лет. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями и помочь им адаптироваться в современном мире. Как правило, 3 декабря для людей этой категории проводят выставки, концерты, а также различные акции. По традиции, Люберецкий дворец культуры в этот день распахнул свои двери для местных жителей, которые в силу различных обстоятельств имеют отношение к этой дате. Я искренне желаю, чтобы у каждого из вас внутри был такой живой огонек. Было желание жить, творить, нести радость. Вот эта радость, она будет передаваться другим, и вы будете просто от этого себя еще лучше чувствовать. На территории городского округа Люберца проживает около 22 тысяч инвалидов, более 700 из них – дети. Неоценимую помощь и поддержку этим людям оказывает учреждение социального обслуживания. В этом году в муниципальном образовании появился Центр оказания комплексных социальных услуг. Из нашего Люберецкого комплексного центра туда перешли все социальные работники. И теперь социальные работники оказывают помощь, также продолжают ее оказывать тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи. Всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно же, всего самого-самого доброго. После поздравлений для жителей Люберец начался концерт. На сцене Дворца культуры выступили творческие коллективы, юмористы, а также симфонический оркестр. А ветеран Великой Отечественной войны Георгий Новиков исполнил песню. Давай поднем друг другу руки, и вдали путь на долгие годы... Мария Антонова, Луиза Игия Азарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.